приветствую вас дорогие мои друзья в этом ролике в котором речь пойдет об обработке звука о мастеринге и сведения для этих целей я пригласил специального гостя это мой хороший знакомый эдуард холодов из республики коми практикующий звукорежиссер почему так поскольку я не смогу вам дать действительно максимального качества работая на данном оборудовании я могу лишь поделиться как сделать допустимый звук вот с этом мы познакомились работая на удаленке и он любезно согласился поучаствовать в этом мероприятии поэтому давайте начнем приятного просмотра короче такая картина такое вступление смешное ну то это друг сидит музыкант друг друг музыкант xx подписывайтесь на него там группу заходите короче это прикол я наушники же шторм про но сам на мониках а чтобы с тобой разговаривать нормально мне вот это петличка так мы назовем на наушниках и наушники на шее все то я еще одни наушники надел на голову и блин чудо-юдо так чем мы тут сведение трючка да 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 сведение трючка сейчас я на какой трючок сейчас покажем бомбическое сведение от эдиза час так короче штук это вся дрюка приколюка нам надо найти вокал ну давай кусочек возьмем припева чтобы сильно ну не разглагольствовать надолго так вот тут тут даже что-то тихое еще подожди послушаем это интро да вот она она по моему но она уже видишь уже за это замиксована ладно начнем с припевчика у нас вот он припевочек идет первое что мы делаем вообще априори при сведосе идеальный вариант это так чтобы с нигде сигнал не клепал надо смотреть и поехали начнем с вокальчиком ты там это поговори со мной что такой пропал хотя хотя кстати не слышно когда ты включил типа и что-то объяснял я стараюсь быть громким не тихим ну а так-то меня нормально слышно сейчас так нормально потому что там мясо звука ты можешь а ты можешь типа сделать сайдчейн от себя типа на мастер ну чтоб когда ты говоришь нет потому что разные звуковые карты но было прикольно аленочка же у нас да поэтому пойдет так я все равно по дорожечным буду делать когда че-либо просто молчать вам неважно да в принципе ну мы же начинаем как обычно с группы пихаем группа нам нужны все все назовем его вокал уиси так и все дорожки вокала мы засовываем в нее можно отсылом делать так но я привык так запихивать это так она нагляднее папками же если кому интересно да 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 пользуюсь рипером вот потому что он бесплатный так раз пока это че у нас а у этой техники есть какое-то название типа ну специальная техника сведения типа от это классическая техника сведения всех кому подряд на самом деле вообще насчет сведения это все фигня все кто думает что там надо делать именно так это не знает что делать именно так суть то вся в чем заключается вообще в принципе в том чтобы добиться определенного конечного результата вот у нас есть полено нам из нее надо сделать буратино будем мы это шлифовать наждачной бумагой или не знаю там топором рубить или ножичком вырезать буратино это уже не важно то есть данном случае топор ножичек и шлифовальная бумага это у нас плагин вот интересное сравнение да 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 я очень хорошо провел аналогию с буратиной вот и поэтому как бы ну нету понимаешь правил их и не должно быть правил это творчество вот именно вот здесь вот именно здесь и заключается творчество вообще в сведении мастеринги и в звукоинженерии в принципе а в остальных случаях как бы это ну такое не ну именно вот сама техника я вот упомяну твоего любимого ну или нелюбимого чувака звукарь бомбит он рассказывал про этот брауи райзинг типа он такой я сейчас вам буду показывать брауи райзинг типа это знаешь вот я участвую с виду все одним плагином не знаю любым там каким-нибудь где есть эквалайзер на типа пачка там тот же 1 2 3 4 5 от вейсов либо там мастеринг от фаб фильтр помоюсь не изменяет от мастеринг по он называется вот прикол в том что я то сведу им и назову это пор не в ухо мне медведь пусть будет так и эта техника будет ухо мне медведь если она выйдет где-то она так и будет называться это все фигня по сути все равно все используют мы чистим вокал чуть-чуть рихтуем его по чиха чтобы он сидел ну скажем так благородно звучал и далее пошли там компрессии сатураторы там реверберация стереообъемная обработка и как бы там ну блин всего вот всего 4 вещи которые мы можем использовать это эквалайзер это компрессор это сатуратор и это какой бы то ни было ревербератор им же можно отнести всякие дилей и понятно что они есть там смежные всякие там допустим стуратор с компрессором ну понял я не я сейчас я сейчас думаю про то что типа пер не в ухо мне медведь на американцы ну типа американцы бы смотрели такие и ноу гайс тудей виш там шоу ю спешал блять этот ну я потом запикаю все маты и такой американец такой сидит пьор не в ухо мне медведь было конечно интересно ладно пока мы с тобой болтали а тут примерно рассказал по нам панорамку на скажем так по схеме по которой привык работать вот нас есть лет основной вокал это ну основная дорожка центральная которая будет звучать потом левая правая у них который раздвинутый широко по стереозоне то есть левая в на сто процентов правой и мы чем смежно это в районе 76 бэкинги докидываю это просто я привык так делать можно кстати говоря и наоборот сделать то есть здесь 76 в общем пока так бэки я хочу поуже сделать чтобы основа вокал их немножко перетекал по ширине то есть он шире был где-то в отдалении это все творчество вот соответственно начинаем работать с основной дорожкой сделаем все громче у себя я слышу бубнежку бубнежка у нас это всегда вот как раз таки сразу по эквалайзеру поехали вот просто сейчас вот 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 такой идеальный вариант сделаем вот смотрим видишь он рисует ты видишь кстати фаб фильтр пропью да вот все мы сделали вот тут сразу видно где что у нас находится вот в этом диапазоне вот то есть вот где-то от 90 там плюсом вот отсюда вот досюда это фундамент вокала это его вот это вот знаешь ну грудная часть так мы ее назовем это все круто хорошо но не всегда нужно сейчас современной музыки в принципе хотя тоже слишком зажимать низа это будет ну вокал таким знаешь не благородным нихера но в меру надо прижимать во всяком случае и всегда можно добить там сатуратором каким-нибудь чтобы он получше то есть эту частоту убираем допустим и к ней примешиваем сатуратором поднимаем чтобы побогаче чистота это было вот это вот чистота в данном случае 465 это комнатная чистота бубнежа вот такая тюленевская чистота на ней на этой вообще чистоте ее тоже полностью убивать на дому что там часть баса находится но она добавляет коробки такой прям реально коробочности вокалу нужна ли она это уже отдельный вопрос вот здесь вот вот это вот все читаемость низкая верхняя примерно плюс минус вот здесь вот у нас сибилян ты находятся от пяти до десяти и выше это просто воздух air если хочешь такой прям воздушной остроты добавить ему что принципе сейчас и делается но тоже надо в меру поэтому когда вообще ты начинаешь что-либо сводить первое что ты делаешь убираешь все ниже 90 это сто процентов потому что там один хлам сейчас в американчине любят убирать где-то 100 120 130 там где-то 140 150 это край то есть вот отсюда где-то но я не люблю так я не люблю я не настолько американец так ответственно убираем вот этот хлам и слушаем чем мы сделали не знаю слышь не слышишь но да конечно я слышу я слышу да там чуть-чуть губнит но я еще слышу типа на ты же на мониках на большой громкости да и по ходу прилетает на микрофон я я слышу типа задержкой примерно там в секунду еще приходит типа с колонки на микрофон чё поделаешь в наушниках могу в наушниках так будет нет наушники это не то не ну да но я согласен просто блин такие это же чуваки тоже будут слышать получается они скажут а дабл типа вот все убираем идем в наушники ты меня убедил в дилей примерно 50 на 50 вот так поехали чё у меня тут надо послушать то хоть капку надо громче делать и кстати вокал надо выкручивать погромче но чтоб не клепал то есть когда сводишь он должен примерно на минус 6 рмс их звучать там может быть выше это лучше то есть чем громче звук тем больше хлама ты слышишь вот это тоже показатель особенно это касается вот этих вот всех нижних частот фундаментальных далее что я делаю обычно стандарт чтобы избавиться вот от этого проблемного места так мы его назовем проблемное же место у нас бубнящие там гудящие где-то в районе 200 динамики то есть поджимаем вот это вот причем работает это в динамическом то есть где она нужна не сильно громко он ее оставляет где она не нужна типа ниже вот определенного порога а он ее соответственно зажимает сильнее также 400 ну это проблемные места вот как я говорю вот это бубнящие места делаю обычно в два раза меньше то есть там на 4 то тут минус 2 то есть у нас должна получиться ну такая вот штука на вокале он стал немножко более кристально чистым такие пирожочки в районе тысячи нет даже наверное двух с половиной вот это читаемость вокала в миксе вот это легкая телефонная читаемостью еле-еле там приподнимаешь на пол децибелый иногда больше иногда меньше но вот так вот оставляю и далее я обычно режу так скажем предподготовительная часть от пяти до десяти тысяч в динамике и тут плюс минус так вот минус там два плюс минус ну да конечно хорош а потом десером да потом еще да это просто как предпредиессерная штука здесь находятся неприятные сибилянты обычно они могут быть кстати говоря не обязательно здесь тут здесь по ощущениям они здесь где-то не это воздух уже вот они они слышали хорошо сам по себе вокал изначально для запис и сначала на господи чё с моим языком он записан хорошо то есть нету такого пика здесь где-то здесь провала сильно все ровненько красивенько и мягенько то есть изначально он просто записан хорошо как ни крути и скорее всего про про прогнан уже через компрессор потому что у нее динамика либо человек просто так уже читает поет вот поджимая сам вот обычно еще как я последнее время делаю это все неправильно это все это все вранье вранье все это вранье я запуливаю это все на работу то есть сразу свожу одновременно и бэки и эйры потому что их приукрасить всегда можно на основных то здесь на фиксах то есть работа с группой сразу а это уже вышло это трючок уже вышел коли я помню да сразу мягко подмешь подмешался этот микс с эти ты че бэки поэтому их в ноль когда упускаешь вот так должно быть сразу уже слышен объем но я бы чуть-чуть эти дубли чуть хотя до 13 дотащить слушаем высокие вообще очень хорошо звучит есть вопрос кстати насчет высок высокие вот эти бэки женские там дойдут прикол люди посмотри в чем прикол там же регистра другой типа на октаву может я не знаю как и эквалайзер который там ну грубо говоря режет сколько там 400 или он там может не нужен типа их по-другому обрабатывать отдельно это все хорошо бы да ничего а когда ты это отдельно все сведешь допустим вот эти дорожки эти две отдельно эти две отдельно ты потом будешь ломать голову а как же их клеить но это штука как раз таки у того же ludia за позаимствованные частично не помню по моему рассказывал тебе как то что у него есть такая штука как сведения по транзиентом по транзиентам с ну то есть грубо мы будем сводить не как вокал с вокалом там инструменты там допустим скрипка с пьянкой там кик с басом но это не transient на и сведение это частотное сведение а транзиентное — это компрессорное сведение. То есть, грубо, вокал, snare. То есть, по скорости атаки. Тут простыми словами. И тут суть такая же. То есть, частично мы это вклиниваем сюда. Мы берем кучу разных вокалов, которые, в принципе, разные по частотам. Мы их будем запуливать, соответственно, под один компрессор по итогам. Понимаешь? И тем самым мы их уже будем клеить. То есть, этот общий микс, какой есть, вот сейчас, вот этот вот, мы уже изначально слышим, как он звучит. И это плюс. В идеале еще, конечно, с битом надо, но бит здесь несведенный. Не хочу его даже запускать пока. Все, я понял, да. Соответственно, после подчистки небольшой рихтовки, небольшой подчеркну, нам нужно, что? Правильно. Ты не знаешь, что. И я не знаю. Так. Я несколько вариантов. Иногда использую СУЗИ, иногда сам пытаюсь найти эти сибилянты какие-то, непонятные плюс-минус. В общем, вот этот аппарат, плагинный аппарат, он у нас частоты, так, где-то от 120. Он у нас сибилянты по всему диапазону. Соответственно, это, ну, софт-хард, это, скажем так, мягкое слот, тяжелое срабатывание, это глубина и срабатывание, это реакция срабатывания, это, скажем так, шаг срабатывания. Во, вот так вот умными словами. Ну, мод, это понятно, мидсайт, либо левое проухо, я обычно мидсайт ставлю, он типа как середину, моно составляющую, стерео составляющую, и с них все срезает. Ну, баланс можно делать, соответственно, когда мидсайт челкнул, ты можешь там, типа, сделать шире работу его, либо уже работу его, то есть, ну, по мидсайт составляющей, вот. И линк, это, то есть, можно сделать, это как, микс, примешивание, понял меня? То есть, можно между что-то сделать, тем и тем. Обычно 100%, потому что мы будем убирать ненужные сибилианты. Ну, и, соответственно, запускаем, слушаем. Слушаем. И опять-таки поднимаем весь вокал. То есть, слушаем, что он удалил у нас вообще, вот. Можно послушать. Слышит, это жеванность. Да, он довольно много дерьма нашел. Прямо конкретно. Помягче, чуть-чуть помягче. Теперь смотри прикол, как это звучит. И, кстати говоря, вот здесь поднята эта штука, не просто так, вот где-то вот в районе вот этих, вот, я говорил, там, до 10 тысяч, плюс-минус, здесь сибилианты находятся эски, он их тоже режет. Сейчас его отключаем. Сразу какие-то местами непонятные вылезы, ну, появляются. То есть, где-то что-то такое неприятное вылазит с оркала. А так он делает мягким его. Ну, и непонятной сатурации тоже добавляет. В общем, эта железка очень странная, но она прикольно работает. Кому интересно, вот, покупайте и радуйтесь жизни. Тут меня спросили, сколько он стоит. В районе что-то 600, 500 долларов. Разовая? А? Не рублей, долларов. Рублей? А? А разовая? А? А разовая покупка? Ну, считай, ты покупаешь один ключ, вот и все. И она навсегда этот ключ у тебя, ты ничего не можешь с ним сделать. Ты можешь ее обновлять, кстати, не надо обновлять ее, у меня она далеко не последняя, еще уже два счета там есть. Версия. Ну, мне на обновление, на самом деле, мне нравится, как она работает, и все, и этого достаточно. Вот. То есть, изначально вокалы были такие, вот разница, просто эквалайзер и Suzy. Вот он вокал. Включаем. Разница минимальна, но она все же есть, потому что каждый плагин... Я ее слышу очень хорошо даже на своих галимах наушниках. Каждый плагин должен работать чуть-чуть. Это дает вот, да, да, шаришь, 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 вот. Далее, соответственно, какой-нибудь компрессор. Я могу пользоваться AirComp, AirVox. Ну, они эмулируют железяки. Эмуляция железяк это лучше, чем сухой компрессор, и как бы хуже, конечно, чем железяки. Это факт. Но лучше уж эмуляция, чем ничего. Начнем, наверное, с AirComp, потому что он там поинтереснее работает. Передай левай. А у тебя новые, да? Ну, да. В общем, сразу такой легкий гайд, что он из себя представляет. Это компрессор с эмуляцией, соответственно, аналогового, то бишь, оптического компрессора. Цела. Да? Электро. Это, ну, блин, это, я думаю, 2А по звуку. Ближе к че-таки к 2, может быть, 3А. Ну, если ты имеешь в виду к тем компрессорам прикрепаться, либо же, если уже пошло, то это 70-10-76. Не, 11-76, он же не оптический. Вот, поэтому здесь, видишь, опто и электро. Понял? Ну, да, там. Вот, мне нравится работа оптического компрессора, он мягче, он богаче, и он сатурирует. Соответственно, мануал это сухой звук, а RC это подгруженный звук, арк. Ну, и, соответственно, сухой, теплый. Сухой звук. В общем, нам, поскольку, подчеркну, уже вот эта штука, скорее всего, либо он так хорошо сделал голосом, что не уверен, либо, возможно, уже записывали с компрессией легкой. Вот это самое важное, нам сейчас не переборщить с компрессией, ее должно быть чуть-чуть, и чтобы не убивать его уже от, как бы сказать, динамику в непосредственном треке, там, дорожке, в вокале, то нам нужна медленная атака. Сила компрессии где-нибудь, там, два с половиной, легкая, не сильно, не как четыре, там, три с половиной, четыре по классике на вокал делают, а два с половиной. Чуть-чуть в верхней части поджать. И быстрый релиз, то есть, получается, он возвращается в обратку быстро. То есть, медленный атака, быстрый релиз не убивает динамику никогда. Разница. Вырубаем. Драк опрессор просто. Видишь, он как бы обогащает и чуть мягче делает его. Чуть-чуть. Под мягче подразумеваю, он усаживает его. Нету таких стреляющих звуков. Но динамика остается. Это опять-таки за счет, по сути, любой компрессор можно использовать с небольшим рейшио, с долгой атакой, медленной и быстрым релизом. При таких раскладах ты даже на лимитре каком-нибудь либо максимайзере никогда не убьешь динамику всего трека. Вот. Но опять-таки с этим борщить не надо. Медленная, ну, в определенных моментах медленная атака, быстрая атака, медленный релиз они могут привести к клипам. Ну, клипам, клипам. Ну, а, да-да-да, а если характер трека речитатив был бы, тут, наверное, атака была бы бы быстрая? Нет. Вы думаете, что все зажато? Нет. Вот как раз-таки это очень плохо, когда оно должно быть зажато в меру. Опять-таки, я же говорю, подчеркнусь, это все исходит от исходника. Исходник, видишь, не испачканный, не испорченный, он такой, ну, ровный сам по себе. То есть разница между тихим звуком вот где-нибудь вот здесь вот, да, допустим, либо вот здесь вот. И вот этим. Она не такая, что вот эта тихая, а вот этот вот громкий, вот такой бы он был. Большой. Вот в таких случаях, вот в таких случаях, естественно, ты начинаешь его поджимать сильнее. То есть треш его уже четыре, четыре с половиной, атаку делаешь там где-нибудь десять, релиз. Вот, то есть, тебе надо сделать квадрат, чтобы его можно было усадить в микс. Тут он и так хорошо сядет. Просто, когда добавляешь компрессию, он ее еще сильнее поджимает. Потому что вот это вот, что здесь, этого мало. Это вот, ну, явно мало. Ну, то есть, все на слух. Все по ощущениям. А что крутилки делают, я, в принципе, рассказал. Трешхолд, рейшо, атака, релиз. Ну, это все фигня. Это чисто, может быть, даже ощущения, знаешь, такие фантомные. Ну, сам придумал. Вот, но тем не менее, мне нравится, что это так, и все. Я так это оставляю. И получается, это такая штука у нас. Далее, обычно, обычно, если я не слышу, что где-то сильно что-то вылазает, можно, чуть не сказал, плохое слово связанное с задницей, срать. А, сказал, да? Вот, я обычно говорю так, что хорошо сведенный звук, точнее, хорошо написанный звук, надо лучше больше срать, чем чинить. Вот. По факту, то есть нам нужно какой-то сатуратор. Вот, на хорошо записанный звук лучше срать. Ну, опять-таки говорю, это чисто мое мнение. Мейнстрим вообще у нас в рашке. У любого топового домашнего звукаря всегда валяется одна эмуляция железки, называется Devil. Честно скажу, не знаю, чья это железка, от Sound Toyser. Ну, то есть, что он эмулирует. Но это по факту сатуратор с элементами компрессии. То есть, утрированно это вот так вот будет у нас. Слушаем. То есть, он чуть поджимает, но я обычно чуть-чуть добавляю. Приятно. Это приятно выглядит. Вырубаем все плагины, слушаем, как было. Вообще прекрасно звучит. Мне нравится, как это сейчас звучит. Ну, естественно. Если этого, может быть, кстати говоря, вполне достаточно, но мне мало сейчас остроты. То есть, состояние такое хрустящее, хрустящей остроты. Хрустом в вокале высокочастотного. Опять-таки, на вкус и цвет. Я эмуляцию Pullteca использую. Какой-нибудь у Softube получается. Это, да, хороший плагин. Есть другой плагин, тоже Pullteca эмуляция, называется как-то Pulltec У Вейвсов. Он не у Вейвсов, он как-то так называется, я не помню, но он тоже та же железка абсолютно. А, я в... Плуик Тек называется. Плуик Тек, да-да-да-да-да-да-да. Это та же железка, эмуляция, просто от другой компании. Но мне нравится, как это работает. Прикол. В данном случае мне... Я вот прям чувствую, что не хватит читаемости вокала. Поэтому будем крутить не от 12 с половиной, как я привык. Ой, прошу прощения, то есть не от 12, как тут так только можно, а от 5. Вау. Просто нужна читаемость. И где-то плюс 2 пока докручим. Лучше слушать. Хватит. Было. И самое важное сейчас послушать, чтобы с самим сэмплом, назовем это мелодик составляющая, она тут у нас несложная получается. Горн, виолка и трубка наша. Так, Tabish Brass, почему тут тубас написали они? Ну, это чисто их дело. И слушаем, как это сидит с ними. Понятно, что сейчас идет конфликт в середине. От этого конфликта надо избавляться, расширять вот эту вещь. То есть медовую часть немножко глушить, а сайт оставлять. Но! И было. Ну, еще, чтобы прям совсем сатурации домешать, добавим сюда пианку. Тут должна быть, давай, пока что бас. Самое нужное только. Ну-ка, синт. Чего у нас за синт? Синт тоже оставим. То есть, сейчас суть в том, то, что мясо звука, вот это, которое изначально построено ими, ну, кто бит это делал, надо нам как-то сделать так, чтобы вокал, он не выделялся сильно, и в то же время сидел. Вот тут конфликтов много слышно. Вот все, вот этого хватит. Больше не надо ничего делать. Это звучит слушаемо. Понятное дело, что нужно тут все по стереозоне разгонять, вокал еще расширять. Чем мы сейчас и займемся вначале расширением вокала. Да. Потому что сейчас вопрос стоит именно в нем. А потом уже то, что мы хотим, вокал, будем обмазывать всем остальным. Обмазывать или обмазывать? Обмазывать именно. Я люблю очень сильно чорус, но чорус должен быть именно на основной дорожке. Я пользуюсь чорусом от блюкетов. Голубых котов. От блюкетов. Блюкетов. Аудио. Голубой кот аудио очень тебе нравится. Суть утрированного. Он будет звучать вот так вот. Максимальный. Ну, слышно, да? Прямо вот слышно. А теперь, когда ты уменьшаешь на 10%, там, ну, на 14, иногда можно больше, там, на 22, чтобы пошире его сделать. Вырубаем. Прикольный эффект, да? Поменьше может сделать, чуть-чуть 18, чтобы поближе к середине он был. Вот. Вот в этом и вся приколюха. Слушаем без него как сидит вокал. И с ним основная дрожитка. С ним без. Тише идем. Так. Вот. Без Blue Chorps, я не знаю, заметили ли ты, не заметили ли ты, что он как бы как-то немножко отдельно звучит от него. Да. Ну, как сказать, явно незаметно, но да, он как будто он там нужен стопудово, но это неотъемлемая часть вот этого расширения. Вот, смотри, вот пес, вот просто вокал, без. Чисто середина, ну, понятное дело. Включаем Blue Chorus. То есть он вокал чуть-чуть размазывает получается, чуть-чуть размазывает. Да, он как бы был по центру, прямо четко по центру без котов. Да, а с котами он остался по центру, но как-то пошире стал. Вот чем прикол. И он врезает его таким образом в микс. Это один из вариантов стереообработки. Понятное дело, есть еще куча ревербов там, 3 килограмма. Пока не до них. Пока мы вот сделали чисто вот эту штучку. Блин, вот я прям хочу понаркоманить и сделаем 25. на самом деле неправильно я сделал, потому что надо это делать тише. Вот без него. Он прям получается клеится вместе с даблами и с бэкдаблами, ну которые высокие тут. Он клеится с ними и одновременно клеится еще получается и с самим битом, минусом, инструменталом, у кого что там, как называется. Вот в этом фишка вообще любого на самом деле чоруса. Вообще почему-то это чорус же, да, по идее, а так хорус привыкли все мы его называть. Чорус. Русский, да? Чо, чо, yeah. Вот. И как бы завис пиша мелодика, пися, пися. Теперь не хватает в нем чего? Правильно, срача. Срача двух типов. Стерео... Ты написал срач там? Не, написал реверберация, рев. Вот. И второе, не хватает драйва немножко ему. Две вещи. Драйв я обычно луплю вот этот... тут тоже, видишь, по-разному бывает. Надо слушать. Возьмем чистый сигнал дороги. Вот этого, да, получается. Основной. Вначале кинем на драйв и запустим драйв соло. Я обычно подгружаю через вейвовский, потому что вейвсы у меня тоже куплены, поэтому подгружаю через вейвовский 1, 2, 3, 4, 5. Чья-то там крутая консоль, какого-то звукаря не помню. Вот этой ручкой. Но это дохера. Это логично, что это дофига. То есть пока не будет клипов. Соответственно, нужно добраться до сатурации, чтобы чуть ли не клепало до красную зону ваших одеваний. Ну, чтоб не клепало. Вот тут уже клип идет. Клип еще есть. Берем. И уменьшаем это дело. Еще есть хруст. Еще есть. Чтоб хруста не было, понял? Вопрос есть. Ау. А эту штуку ты в параллель кидаешь или в инсерт? Нет. Я ее кидаю. Это в параллель будет. Ты ею будешь еще что-то обрабатывать потом. Сейчас объясню всю суть. Мы закинули вот эту штуку основной дорожки и расширяем у нас там вот допустим, допустим, есть 10% допустим на BlueCat, да? А здесь мы делаем шестерку максимум расширения и подмешиваем вот этот драйв к основному дорожке вокаута. То есть... Точно. Вот я тупанул. При этом докидываем вот эти вещи можно здесь сводить, крутить, то есть те же высокие частоты работают, по-моему, от 10 тысяч... А, не, а что? Вру. Не, все правильно. Это же полупараметрик получается. Можно вот эту штуку юзать, это как вот как раз параметрическая составляющая. частоту выбираешь там от 10 до... От 500, точнее, до 10 килогерц и, соответственно, громче, тише делать. Сейчас мы вернем ее все назад, как было. То бишь, все в ноль, чтоб не красить. Вот. Ну и басы, по-моему, от 90, если мне память... Ну, то бишь, там где-то в районе 100. От 90 до 110, то есть фундамент этот поднимают. Если мне память не изменяет, врать не буду. То есть мне этот эквалайзер вообще не нужен. Здесь я, здесь эту штуку использовал только для вот этой крутилки, чтоб обогатить, насытить каким-то срачем. Ну, то есть, как я уже говорил, хорошо записанный вокал надо насирать в него. И слушаем теперь, как это звучит с мелодической составляющей. Он, видишь, такой тепло-телефонный получается теперь. Чувствуешь, что это вот тепло-телефонный? Ну да, но он прямо тут вот под носом у меня, короче. Так это и должно быть, он у тебя под носом. Еще немного и прямо нос нос. Поцелуется. Да-да-да. Вот. Далее, после этих всех штук, теперь, поскольку мы обогатили основную дорожку, основные это как объем дополнения и красота, которые, кстати, я бы чуть-чуть бы добавил на самом деле. видишь, как гармонично это все звучит? Просто вот, ну, гармонично и все. Ну, то есть, куда от этого лезть? теперь пользуемся импульсными ревербераторами. Реверберации 2, 3, 5. Тоже по-разному я делаю. Реверб наше все. Нам нужно добиться объема. Да, объема. Допустим, назовем room комната. Назовем мы это delay. Длей написал. Прелестно. Так, и назовем ревербератор. Все, хватит. Суть в чем? Room используем импульсный altic, ну, altiverb, седьмой. Кто-нибудь про него, может быть, что-то и слышал, рассказывать ничего не буду. В общем, есть у нас ревербераторы, скажем так, эмулятивные, типа там ProQ, там Valhalla, ну, понял, то есть, это цифровые ревербераторы, которые эмулируют что-то. А есть импульсные ревербераторы, такие как вот эта вот штука, они микрофоном снимают импульсы с разных точек, с разных комнат, с разных объемов. Ну, понял меня? И это все уже по цифре подгоняется. Вот он, импульс записан. Вот оно. Да-да, я понял, я думал, ты чего, а камти? Ну, это вот ребятам, которые будут смотреть, по-любому надо. Я знаю про эту штуку. А, ну вот. И, соответственно, мы будем давить все вокалы, комнатой. Нам надо обогатить. Ну, я привык тут выбирать пресетик, который мне нравится. Опять-таки, это дело. Кусы с Arm Studios. Обычная студийка. Слушаем в соло. То есть, соответственно, есть сайт составляющая, bright это его кристальность. Ну, понял. Кстати, прикольно, вот это вот bright там типа эйра добавится, ну, именно поверха. к вокалу. Да, вот в этом и прикол, что никогда на основных капах не надо борщить с воздухом. Это уже потом надо будет доводить его, когда ты уже доделал этот объем весь ему. Потому что возможно, что на реверберации добавится тот самый воздух, который нужен вокалу. А может быть, его будет недостаточно, и надо будет докручивать. Соответственно, я не меняю, я обычно оставляю сотку. Объем лучше становится. Вот так вот это плюс-минус. Теперь слушаем с основной дорожкой и сразу врубаем драйв. И подмешиваем количество комнаты к дорожке с основной. Я буду так оставить. Потому что он добавляет вот типа как-то чувак реально записался в комнате. Ну, то есть живости ему. Еще раз подчеркну, это нужно для живости, чтобы оживить мертво записанный вокал. Кстати, тут надо басы чуть приподнять. Вот. Это все добавляет вот этой вот живости, к которой все привыкли. Вот мы слушаем, типа офигенно, вроде записано, вроде никакого шума, ничего, но в то же время и объем вот этот есть, как в комнате ты его слышишь. Вот. Это добавляет живости вокалу. Ну, и объема, соответственно, у нас же как? у нас сейчас чем больше объема, тем лучше. Как ты свел без разницы, главное, чтобы объем был. Вот. Ну, по нынешним реалиям так и есть. никак иначе, к сожалению. Аж дилей вейвовский. Сломанный пак. Вот. Никогда я, наверное, не доберусь, чтобы... А возьми, а возьми этот риперовский оригинал. Там хороший есть. Да, я привык работать именно с дилеем, потому что он работает на ура. Ставим одну 64-ю, пинг-понг где-нибудь вот так вот на вскидку и слушаем мы теперь только... Тут только основной вокал нужен. Напоминаете что-нибудь? Что-нибудь? Нет. То есть это звучит только он один. Он как в комнате звучит сейчас. Стерео, да-да-да-да. Это 64-е это самое. Ставим видимо. Да. Вот эта вся штука. Тер к основному с драйвом вместе. Но без рума. Мо бакси ген старался и лузин хоп но на кауин дам фэдрак а юкин гиме и гап а ингар стоп а юкин тро юх и джеб цей моден джин ок и ос а чувствуешь да прям вот он прям такой объемный становится теперь со всей вот этой штуки с 3 казалось только два реверба да и драйв убираем вот эти две вещи и слушаем что было теперь слушаем с мелодиком вырубаем драйв ревер драйв он даже не забывай дублирует основную именно вот эту вещь но только с подгрузом получается у нас как параллелка здесь идет и это и это звучит поэтому он громче становится в два раза примерно это ж круто звучит вообще само по себе фирмного я бы сказал я даже придумал как я назову как сделать фирменный голос свести теперь реверберация реверберация длинная нам нужна только от основной капы нам вот эти четыре капы которые у нас и так в объеме звучат нам объем незачем докидывать иначе будет перебор ну то есть куча всякого мусора непонятного ненужного то есть эти четыре капы идут только в рум составляющую то есть отсюда отсыл идет сюда а вот на эти две на дилей и реверберацион составляющие идет с основной для того чтобы основной вокал сделать богаче поскольку он и громче ну понял да и он как бы основной ну логично а все остальное это дополнение к нему идет включает даже вот эти четыре дорожки дополнение к нему даже вот эти невысокочастотные высокие которые надо сейчас будет чуть-чуть рихтануть добавить им воздух вот именно им и только воздуха именно поэтому я еще раз говорю когда я свожу я делаю все в одном канале но здесь никто мне не мешает еще доработать их ну да в инсерте их их его нам поговорили так важно сейчас слушать реверберацию реверберацию здесь соответственно мы делаем очень наркоманский вот вот стоки он так звучит прям ну совсем и все и хвостом бесконечно на нем это много логично естественно делаем его на 100% 100% он вот так звучит вообще весь прям ну совсем же жуть но мы же можем размер регулировать да питч мод еще вот эта прикольная штука гармонически обогащает правильно так сказать но только посередине это надо сделать чтобы наслоить середину а реверб мод соответственно может ревер звучать в моно смол смол стерео это что у нас это маленькая стерео медиум средний big нам же надо гигантский сзади создать теперь звучит это он вот так вот сразу моно понял то есть это режим моно стерео грубо говоря самого реверба по всем этим фидбэком шифтам я не буду рассказывать их лучше не трогать диффузия это соответственно сколько он искажается при отражении по питч моду фидбэк это ну тут логично вот все мы знаем что такое фидбэк это длина хвост вот ну скорость возврата фидбэк вот диффузия это как я уже сказал питч мод шифт это у нас хорус составляющая вот тут как-то так это преразвучит так толком честно говоря не разобрался в этой крутилке я ее не трогаю мне она не нужна ну это дальше идет аквалайзер ну сайз это соответственно у нас либо он таким будет понял да то есть это глубина комнаты размер комнаты ну как все мы привыкли в принципе лоукат это у нас аквалайзер резко низких резко высоких частов модрейт и моддис это сила и ротация опять-таки питч мода то есть я их тоже не трогаю они стоят и стоят мне нравится как это звучит этого мало нужен больше хвост блин довольно серьезная цепочка получается она не серьезная это же другая цепочка это уже идет стереообработка вокала то есть мы его свели причем сразу четыре штуки дальше отдельно насрали в него и дальше просто свели докидываем фирму объем ему вот и все пользоваться можно чем угодно мой вот нормально и делаем тихонечко тихонечко его слушаем относительно других слышишь какой аккуратный хвост получается ревербератора длинного ну да конечно он просто очень аккуратный ну правильно вот так вот послушайте вот казалось бы да работы много сделано и слушаем теперь с мелодической составляющей это у нас просто его надо будет отдельно сводить это куплетная составляющая но скорее всего поскольку громкости примерно одинаковый один и тот же чувак читал скорее всего будет нормально только нам надо будет закинуть под эту часть чтобы все ревербераторы с этого посыла ну то что мы закидывали и срач работали и на эту дорожку вот эти соответственно бэки просто сюда запуливаем и их регулируем по такому же уровню 12 минус 12 7 мы сейчас чтобы не повторяться составим такую картину по сведению теперь самое интересное вас пока мы уберем отсюда не нужен берем мелодическую составляющему что мы мелодич ну опять таки вот эти бокс интро туда-сюда просто закинем сюда но они уже с эффектами записаны с мпс поэтому я думаю эффект от не будем трогать закидываем опять-таки под общую шину чтобы работала под общим компрессором плюс-минус тот же эквалайзер убил у нас примерно те же частоты что и на этом вокале и лучше наверное их даже запулить вот сюда чтобы хвосты реверберационные которые были на этом тоже были на них теперь берем пианку слушаем пианку домешиваем вот этот синт мне нужно только чисто пианкой вот этот синт по баргам костямах надо отрегулировать трубка все такие звуки хорошо подобраны и теперь все в ноль ну то есть как я говорю лучше занижать чем завышать чтоб клипов не было нигде можно даже не спустить что с этим всем сделаем поскольку все инструменты примерно одинаковые примерно такие же не туда не сюда то есть они в общем симфонические это труба это виолинка это горн это пианино и даже вот этот вот синт который есть он это он сделан симфонический то есть такое преобладающий преобладающий частоты у него кстати говоря насчет этого синта я бы его расширил расширять проще всего не через дублер как мы все привыкли делать либо советую то лучше вот брать либо такую штуку где есть такая крутилка как спрейт вот ты ее расширяешь и она и слышь соответственно можно сделать то есть вот то есть вот либо расширяешь и стерео составляющая это работает куда лучше да но это ресурс затрат на очень такие страйпы так как тебе же не все надо расширять я частично только что-то надо расширять ты можешь расширить 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 применить к этой дорожке этот плагин с расширением единственный минус потом рендернуть его ну зачем рендерить он есть такая штука как вон видишь ну да что тут у меня стоит Alt F2 Alt F2 короче на рендеринг на новую дорогу потому что я тем редко пользуюсь по ресурсам компу хватает то есть теперь с пианкой это вот так звучит они теперь меньше начинают конфликтовать между собой тише-тише-тише-тише-тише-тише-тише-тише то же самое с трубой делаем тише вот вот трубе как раз таки я бы домешал какого-нибудь воздуха допустим возьмем мы опять таки тюб ну а-ля пултек вот и воздуховарен в десяти а по трубе бы где-то на 3 децибел по делу может даже больше послушаем о слишком не работает а потому что он не на эту фигню работает он на эту фигню работает коль я помню на низа да 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 вот начитаемость это немножко пердежа я потих вот о фирмалое звучание как у маруф и бусин этот типо их любимая труба да 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 то есть мы выделили эту частоту относительно этих тут жать не будем ничего чтоб не терять по сигналу конечно конечно советуется что-либо делать но вот тут 10000 надо вот тут надо завышать тот же тюб взять здесь вот и завысить 10000 при может бы 12 даже на горн нужен компрессор ну ладно потом по компрессии поговорим сейчас делаем микс из эквализации на каждый отдельный канал виолинка скрипка я пей воздуха там где 12 14 тысяч бы домешал бы еще больше остроты и кстати до нынешний микс и все почему-то острые получаются всегда и никак от этого не избавишься да есть такое дело то есть видишь как я их сделал теперь стрим убираем все плагины с них и слушаем лишь тускло очень да фишка вся в чем помнишь вокал острый запускаем вот этот все целы будут работать стрим а я грубо говоря вот эти поднятие нескольких инструментов высоких частот я докрутил их чуть-чуть до уровня вокала опять таки это все закидываем под общий мелодический канал потому что нужно компрессия общая иначе это будет такое себе вот с чем у тебя ассоциируется скрипка вот в первую очередь с голосом стопудово соответственно какое лучше всего использовать плагин компер бокс правильно там и рвокс либо теперь самый прикол немножечко каши добавим в этот микс но их то же время мы склеим вот эту всю дорогу с инструментами запулем на комнату запулем на делай и запулем на реверберацию смотри слышишь да склеена я слышу я слышу что пианинка выстреливает там какими-то а так выстреливать возможно устреливает на высоких а да это такая пианка тут еще не поделаешь а теперь относится к конкретно вот этой части вот к этой части мы берем закидываем сюда есть озоновский по моему расширение этом экстайсер или как он то мнение экстайсер называется не эксайтер а этот в общем не важно я делаю через 1 до 30 потому что мне нравится можно говорю же не через него сделать неважно сейчас вот эта штука которая стереозону расширяет вот можно вот как и говорю такая штука есть от waves of тоже mastering life стерео ты джи вот такая штука тоже выше тут какой есть спрэйдер то же самое теперь на прок ю3 нам надо освободить середину вариантов много кто-то использует метод сайчейна чтобы врезаться в микс на том же фаб фильтр про mb есть ну то есть по частот на какие частоты он поджимает я люблю делать это куда проще чтобы не нарушать объем трека использовать элементарно фаб фильтр про 3 кюшечка а фишка вся в чем в том то что мы вот этот канал мелодик сам по себе закидываем на него фаб фильтр но уже после всех стереобработок вот этого объема насыщенности там туда-сюда мы будем по мид сайт составляющей убирать ровно середину до той степени чтобы вокал начал звучать как бы немножечко отдельно потому что уменьшить всегда можно потом разбираться где я что-никак сделал будет хуже поэтому то есть по сути ну это априори 20 20 до 20 тысяч чтобы не какало ничего нам в уши не нужно на другом оборудовании далее пошли резать именно медовую составляющую ищем конфликт сообразил что я сделал я просто серединную составляющую вот этого вот всего мяса из саунда вот это вот я эту середину просто уменьшил чтобы она не звучала вообще на самом деле мид мидл да 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 мидо составляющий 3 много надо так вот и вот так вот и вообще это тоже неправильно потому что как и говорил лучше работать там минус 3 и будет почти сочи так ну или к минус 3 то есть самое важное правило я всегда делаю на нулевой задержке но потом я включаю линейную фазу да правильно линейную и максимум это жрет очень много ресурсов но это нужно потом знаешь для чего так секрет в конце видео да вот это скорее всего 2 купли да да по тому же принципу сюда за записываем вот и все вот чего не хватает я додумался до чего я додумался нет все хорошо все хватает я бы на самом деле чуть-чуть был расширил как и говорю уже там 23 25 тут у нас все хорошо тут у нас все хорошо только вот это вот и и и и и единственный air за всю песню какая прелесть я понял это все пока засунем мы еще бейки дополнительные все это все мы едем вниз это все у нас будет пока здесь так это лево-право я примешал вот этот р сделать телефон хочу телефонный голову ломать не буду поставим gain reduction и на него в принципе больше не надо пойдет так это вот это вот эти идут как он называют бейки на куплет второй я их против но то 8 чем то 83 процента получает также 83 процента делаем чтоб не нарушать ничего вот как же я мажу их под общую шину то есть холдинг на краю плюсом рейпе на гейн that's why i'm still holding it минус одиннадцать это мало надо минус восемь холдинг на краю плюсом рейпе на гейн that's why i'm still holding it and you can't hold me back like that ой на краю плюсом рейпе на гейн that's why i'm still holding it and you can't hold me back like your arm это чё у нас такое and you can't hold me hold in the crown plus i'm raping the game that's why i'm still holding it and you can't hold me а это у нас еще один air получается аэры у нас были вот 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 они holding the crown plus i'm raping the game that's why i'm still holding it and you can't hold me back like your arms gone look at me and you can't hold me back like your arm with deep punches and these hooks можно кстати на эти air и немножечко добавить такой странной штуки как 1 2 3 4 5 и драйва то есть перегруза на них и я и и и и и и и так звучать и на них по-хорошему нужен дилей bpm не буду врать я не знаю поэтому без дела я почему можно сделать этот на секунды поставить без темпа и просто если ты хочешь тот же этот самый коротенький нет я хочу типа повтор типа поставь по миллисекундам на на слух по метрономам прикольно ладно давай на слух поставим пусть будет крутая тема не хочу так метроном ты не говоришь метроном то не по bpm забит и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да, 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 оно самое Чуть-чуть не совпадает, но это сойдет Теперь драйвет надо потише Дрювид Пойдет Ты не знаешь ничего Это все отсюда Это тоже чувак Так, это у нас LEDVox 1 Соответственно, его тянем досюда Вот, вот просто вот досюда Вот LEDVox Прикольный момент Неожиданный такой Поворот для меня Не помню Я уже забыл, что он такой странный Вот эти вот эйры идут у нас Сюда их закидываем Ну, все будет Субтитры сделал DimaTorzok Делай 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 На самом деле на этот можно кинуть немножко телефонности, чтобы он отличался. То есть вот эту вот штуку, которую он напевает, вот этот новогодний мотив, блин, надо немножечко зажать. Немножечко это прок U3 и пресет телефон. Это женский вокал. Да это не женский вокал. Да ну нафиг. Это не женский вокал, я тебе говорю чуть под раскрытие. Так, и он очень начинает срать на драйв. Чуть-чуть вот это подопустим. Блин, прикольная штука. Так, драйв встрет. Я слышу. Все-таки телефонность это перебор, она здесь не нужна. Опять-таки, ты знаешь, чисто нафиг. У тебя есть RC-20? RC-20 есть, конечно. Ну, я... Можешь его на вокал туда повесить, классно будет отвечать. Ну, это до любителей только что. А вот эта штука, видишь, шепот, это у нас идет тот же Air, но я люблю на него кидать шиммер, причем жирный очень. Ну, то есть, тот самый реверб, который широкий. Просто бикстерию и процентов 12. То есть, процентную часть, еще меньше миксовую, 5-6, чтобы лучше было слышно. И его надо вне дилея. Увы, но факт. Поэтому берем, просто копируем первых два плагинка. Вот сюда. Больше. И штука такая получается. Знаешь, они вот такой вот воздуха непонятного добавляют в микс. А это тоже, опять-таки, на любитель. А если их сделать незажатыми телефонами? И пропущу его через дублер, чтобы по стереозоне, чтобы не было каши посередине. В этом вся штука как раз таки и я есть. Так, все датюнки убираем. Урубаем вот эту штуку. Он типа становится в стерео у нас. Перед шиммером. Чуть-чуть подразмыть его посильнее надо. Прикольно звучит за исключением ударки. Отправительный здесь. Все, вокалов у нас больше нет. Так же, как и мелодическая составляющая, из-за исключения всяких синтов противных. Которые, ты помнишь, тот синт? А, да, этот синт, конечно, я помню. Это жесть. Начнем, наверное, с него. Самого вкусного. То есть, этот синт, скорее всего, идет к басовой составляющей. Вот у меня почему-то так в голове это сидит сейчас. Нет. Ну и бокс. А он даже в монике, да, походу? Да. Он монофонический. И это очень плохо. Потому что такие синты в моно, они еще более противно звучат. Может, чувак рассчитывал его под низ, сделать подложку под бас? Хотя это странно. Странно. Потому что они по нотам не бьют. Ну, здесь я сразу саквализировал. Ну, уж не сказал, что я сделал. Убрал дытюнки, чтобы левое право ухо по тональности билят, а то неприятно это звучит. И... Закинем это на мелодическую составляющую. И слушаем. Каспианка как это звучит. Ну, так приятно вполне себе звучит она. Как такая подмешалка. Короче, лид скрыл такой. Приятно звучит, его не слышно. А почему? Я слышу прекрасно ее. Не, я понял. Это была шутка. Хочешь вот так быть? Не, 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 не. Давай избавимся от него. Она просто подмешивает какой-то непонятной фигни. Вот тут вот так это и называется. Мы делаем... О-о-о. Еще лучше. Не, это круче штука. Ты че? Я даже знаю, что с ней надо сделать. Дилей на нее накинуть. Шиммера. Не-е-е. Кстати, делай с шиммером. Ну, че-то в ЕДМ-ку мы перемещаемся. Так, стопэ. Завязывай. Игром хаос. Ага. Так. А че за сайт? Фил один. Ну, а это чтобы было побольше наркомании. Поэтому возьмем вот эти три наркоманских. Закинем под вот этот вот синт неприятный. Теперь он будет приятным. Только они немножечко конфликтуют, поэтому придется поступать. Это, есть идея, как их расконфликтовать. Автоматику прописать на панораму, чтобы она слева-вправа уходила и все. Я думаю, это поможет. Типа с левого уха вправо. Может быть такое, не спорю. Давай сделаем, почему бы и не. есть подозрение что он 120 написан только тогда он надо вытаскивать будет из приколясно согласись нормальная тему тригур вариантов много все самое то так и оставим нет смотри реально такое ощущение куда бы тут посмотрим но слушать есть очень странные подозрения что он написан у нас в 120 ну или или в 60 ну хорошо поехали дальше да может быть там в 240 да а может 480 ну ты же не уверен в этом всякое может быть поэтому допуск пускай так он все равно там не звучит это не обращать внимание к росту важно как оно работает а чуваки и девчонки пацаны все кто будет смотреть главное чтобы вы смотрели на хорошей акустике слушали потому что вы на телефоне скажете что вы ничего не слышите ну блин ну да скажут так я не слышу разницы я на мобиле слышал а чё серьезно что ли серьезно да вау блин я уже я уже устал не люблю это делать а я потом ускорен на монтаже я это сделал это у нас назовем по-русски противно так шо у нас еще тут есть такого интересного шоу мозга шоу мозга локалиста бога так есть сабы а ну мы на них и остановились да я на самом деле даже ничего с ним делать не буду они очень хорошо сидят офигенная мясо звука я люблю мясо звука чем больше мяса тем лучше серьезно серьезно говорю потому что мясо вот весь инструментал он звучит офигенно гармонично опять таки вот это отрубай совсем слушай ладно окей ты был прав это хорошая идея была слева направо пустите тут я не буду спорить и вообще это была хорошая идея реально это была фишка секреты и фишки да а теперь объявляю перечай перекур перечай я согласен курить плохо пить тоже плохо это оставь а то вырежи все давай пошел я буду пять минуток перерыва окей сейчас послушай прикольный саунд я нашел тут сложных сложно но он из трех штук состоит и он здесь то есть тут идет такой моментик скрипочный вот он и знаешь что я с ним сделаю и потише и слышим как звучит сел а что у тебя там на эфиксах а и эти наши и фиксы и фиксы в мелодик просто запихнул ну в общем мелодика типа все а у тебя есть короче такая штукень авто панман типа от саунтой да я думаю она тоже вообще офигенно залетит причем автоматику на рейд а ну ладно это в принципе такие штуки уже вкусняшки до и шинка на торте это уже все вообще могу автопан можно запулить через этот пан сделай какой-то не автопан будет а я бы знаешь как сделал темно это конечно круто просто ради интереса че выйдет рисуем какую-то непонятную фигню интересный эффект смотри нужен автопан вручную рисуй конечно жестко да все остальное уже в следующую наверно штуку мы запилим потому что уже время такое что пора бы ехать домой да если хочешь только на прощание включу тебе точек свой любимый вот в общем вот так вот выглядит aladdin проект aladdin 1 0 до в общем трек аладдина все знали да это да припевную часть берем я может переделаю ее потому что все таки могут мозги мне сделать за это дело ну вот эти плюху не видел это вообще наркомания слушай Офигеть, извращенец, ты вручную чопил это. Я вручную всегда это делаю. Острый вручную, с печем, с автоматизацией. Вот этот момент, слушай. Вот, добавился до Скотта. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Стопудово. За Аладдина, конечно, нас накажут. За Аладдина нас не накажут, ты вырежешь Аладдина. Вот. Ну, будем прощаться с ребятами, кто смотрел, всем доброго нового года. Все, что ли, как-то не так. Давайте, давайте, там музыки наваливайте. Счастья, здоровья вам, любви. Ниги. За Ниги все, я в бане у Ютуба. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Да, ладно. Уи-га. Уи-га, типа white nigga. Опять я сказал nigga. White Afro Americanets. Америка is not small, да? Ну ладно. Спасибо за компанию. Все, приятно было созваниваться, работать, показать, что-то рассказать интересное. Может быть, кто-то что-то там для себя возьмет полезного. Надеюсь на это. Все-таки это понужное. Нужное, наверное. Обязательно будем делать такие вещи, если будет активность, ну, если будете проявлять активность, будете себя хорошо вести. Ну ладно, спасибо за хорошее настроение, кстати, еще. Немало важно, что... Ладно, я, короче, отчаливаю по-любому. Давай, давай. Все, всем пока. До новых встреч.